Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам, как и почему я выбираю кивки для ловли на мормышку. Сразу оговорюсь, что это мой личный опыт и я к нему пришел, мне так удобно. Но на самом деле кивок очень индивидуальная вещь и когда ты привыкаешь к одному кивку, то на все другие как бы уже ловить неудобно. Даже когда у тебя вроде бы почти одинаковые кивки на разных удочках, если ловить годами на них, то ты берешь другую удочку и понимаешь, что что-то не то. И особенно важно это при выборе кивка для ловли на безмотылку. Мой любимый вид зимней ловли и почему здесь особенно важен кивок? Потому что при ловле на безмотылку у нас должна быть стабильная чистота и амплитуда игры на каждом цикле проводки. Но так как рыба она не всегда голодная, а чаще всего наоборот в анабиозе в таком давлении, то приходится ее как-то выводить разными частотами и амплитудами игры. И вот кивок должен позволять вам и высокочастотную проводку сделать и плавную и такую и такую и такую. Что рекомендую я? Я рекомендую для ловли на безмотылку или для ловли на голову. Кивки вот такого плана из часовой пружины или просто из металлической пружины скошены на конус. Они позволяют задать любую частоту игры. Почему я не люблю ловсан при ловле на безмотылку? Потому что ловсан очень подвержен ветру. Короткими кивками со всем ловсановыми задать любую частоту игры довольно проблематично. А длинные ловсановые кивки в ветреную погоду очень сильно сдуваются. Поэтому вот это недостаток их. Плюс гибкость ловсанового кивка она везде одинаковая. И опять-таки это снижает гамму частот возможных. У меня есть знакомый, который великолепно ловит на безмотылку с длинным конусным ловсановым кивком, но он такой подрессоренный, скажем, он из четырех сегментов состоит. Там четыре слоя, потом три, потом два. У него есть большой недостаток у такого кивка. Его тяжело перевозить и когда вы сматываете лесочку, а у вас там уже водичка попала и на минусе подмерзла, у вас все это сдвигаются, все кембрики и в результате кивок разлохматился. Мне не понравился он, поэтому я остаюсь сторонник вот такого кивка. На что нужно обратить внимание, когда вы его выбираете? Первое. При ловле на голую мормышку больше всего частот и амплитуд вы сможете задать на недогруженном кивке. То есть кивок не должен вот так вот прогибаться. Вот у меня сколько градусов? Не знаю, градусов 20-15 наверное. Вот просто если надо методом удочку вертикально вниз кивок опустили или более ровно, мы меняем и частоты и амплитуды, но кивок это позволяет сделать. Если кивок будет загружен полностью, как для ловли, скажем, с мотылем, то у вас уже намного меньше выбор провода, который вы сможете сделать таким кивком. Поэтому если не знаете как, просто пришли в магазин и чтобы понять насколько он будет огружен, просто возьмите мормышку, на которую вы будете ловить и повесьте ее там на хвосте кивка и вы увидите. Прогнулась на небольшой угол, нас все устраивает. Или вы взяли ту же мормышку, там повесили его на кивок и он прогнулся у нас вот так. Вот кивок у нас перегружен. То есть такой на голову не подходит, его придется укорачивать, мучиться. Но это я так показать вам взял для образца. Вообще вот кивки, которыми я ловлю, они изначально были вот таким шедевром китайского кивка-прома, наверное. И из них умельцы народные дотачивают, доделывают и переделывают, и делают уже то, что реально помогает ловить рыбу. Теперь как выбрать кивок не только по жесткости или, наверное, не так. На что обратить внимание, когда вы выбираете кивок? Первое, самое главное. Приловлена голова, хвост, вот наш край кивка, да, он не должен быть перегружен. Чем более миниатюрное будет у вас вот это колечко на краю кивка, тем лучше и проще будет играть кивок. Иногда вообще балабухи вот такие вот, вот такие вот встречал. Но это для ловли на мормышку с боковым кивком на удочку, но там мормышка, извините, три грамма, и на шестиметровой удочке слегка видно плохо, поэтому здесь оправдано. На зимней удочке вот это все у вас просто загрузит кончик кивка, и вы только какие-то определенные колебания сможете выдать. Поэтому миниатюрные колечки по возможности. Второе, смотрите на вот этот узел, которым кивок, собственно говоря, одевается на хлыстик удочки, да. Они бывают либо очень толстые, либо очень тонкие. Вот, допустим, в маленький мне пришлось здесь грызть просто, обгрызать мои хлыстики, чтобы как-то его сюда принотовать. Бывают настолько миниатюрные, что только карбоновый хлыстик от удочки входит. То есть тоже сразу представляйте, как вы его потом оденете на ваш хлыстик. Очень важный момент, это вот эти вот пружинки на кивках. Что они дают? Ну, у меня, наверное, нет сейчас уже совсем поломанного, но поверьте на слово, что когда у нас леска сюда пропускается, да. При подсечке, при подсечке, если этой пружины нет, у нас на месте крепления вся нагрузка идет вот сюда. И нас металлический кивок вот таким образом начинает гнуться, 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 и потом здесь вы его подгибаете, потому что угол у вас меняется. Вот был один угол у нас, да. Раз, два, три подсечки, угол стал меньше, меньше, меньше. Вы подгибаете, в конечном итоге у вас здесь просто пружинка сломается, причем довольно быстро, поверьте. И меняется, ну, сам, сам, жесткость кивка как бы при этом меняется, игра сбивается, соответственно. Вот такая пружинка, очень простой, казалось бы, момент, да, но позволяет избавиться от этого недостатка. Следующее, вот на этом кивочке почему-то китайские ручки, забыли одеть кембрички. Очень важно, чтобы на нашем кивке были пару кембриков, не надо много. Если их очень много, но это опять кивок не из этой темы, но тем не менее, иногда ставят очень-очень часто, много-много, кивок перегружается, его игра меняется. Не сторонник, не мое. Два, два кембрика, вот, самое-самое нормальное. И опять, вот здесь кембрики такие, что они бегают просто свободно, еще чуть-чуть и они просто начнут скользить. Не берите такие кивки, потому что вы замучаетесь, после каждой подсечки, да, нагрузку лески они будут распределять, то есть они, но они будут вот так вот скатываться и вам опять надо будет их сдвигать постоянно после каждой подсечки рыбы. Кембрички должны быть вот двигаться, но двигаться с таким усилием, тогда это нормально. Нагрузку они распределяют и при подсечке у нас вся нагрузка разносится по кивку, он нигде не переламывается, он остается целым, помогает нам справиться и не оборваться и сохранить жизнь. Мормышки, ну и вообще, это правильно. И что еще, вот первоначально вот этот кивок, да, у него ровная стальная пружинка была, но проблема ровного кивка в том, что он перегибается в одном месте, то есть у него весь угол как бы идет в одном месте и опять-таки играть им более сложно, нежели сточенным. То есть конусные кивки, у которого вот его сточили на конус, вот такая форма позволяет опять-таки добиться максимальной гаммы, поэтому сточенные конусные стальные кивки для головы это супер. Единственный нюанс, единственный. Обращайте внимание, иногда люди, когда точат кивки, да, перетачивают их и вот этот носик остается вообще тоненький-тоненький-тоненький такой. Вот вы мормышку если повесите, да, у вас вот этот нос просто будет смотреть вниз, вот так, прямо, кончик сам, вот так как бы загнутый. Вот это положение, когда вы начнете играть особенно такую не очень высокочастотную игру, он у вас начнет делать паразитные такие колебания, подбросы, мормышки, то есть вы раз кивнули, а кивок за счет того, что он очень ослабленный на конце, он будет делать пинг-пинг-пинг и вот это движение рыбу на самом деле отпугивает, то есть оно не привлекает, это сбивает игру. Поэтому проверяйте, кончик конусного кивка не должен под вашей мормышкой загнуться вот как-то вниз вообще, то есть он должен ровно продолжать держать общую форму нашего кивка. И последнее наверное, что хочу отметить для кивков для ловли без насадки, это длина кивка. Вот я остановился, ну сколько, сантиметров 10 кивок плюс-минус, да. Иногда делают очень длинные кивки там 20 сантиметров, иногда делают кивочки совсем коротенькие там 4-5 сантиметров. Почему я на этой длине остановился? Потому что вот коротким кивком из стальной пружины будет крайне тяжело сделать плавную проводку, потому что он будет очень короткий, он будет ну тяжело, поверьте. На длинном кивке на очень, если надо задать высокочастотную и низкоамплитудную игру, то за счет того, что кивок очень длинный, ну рукой надо просто по сумасшедшему работать. Если амплитуда игры нужна большая, то длинным кивком это получится сделать, а вот маленькую амплитуду и высокую частоту задать им будет гораздо сложнее. Поэтому ну как по мне объективно вот сантиметров 10 это плюс-минус оптимальная длина кивка для ловли на безмотылку. Это мой выбор, у меня этими кивками получается играть, поэтому вот многие мои друзья просто теперь копируют и ищут сделать такие же кивки, потому что ну реально ими наверное проще всего играть, причем любую частоту задать. Но это при ловле на безмотылку. Но если мы ловим с мотылем на мормышку, то здесь несколько приоритеты меняются. Можно разделить на две части. Либо мы ловим активно, то есть играя мормышкой с мотылем, либо мы просто ловим на стоячку так сказать. Поставили нашу удочку на лед, не знаю куда угодно, насадили мотыля и ждем поклевку. Иногда там пальчиком может там пошевелили мормышку на дне, там как-то раз-два-три. Кивки для этого маленько разные я бы рекомендовал. Если это ловля пассивная на стоячку, то можно использовать и ловца, и обычные пружины ровные. Здесь уже подойдет больше кивок мягкий и длинный. То есть его надо загрузить мормышкой так, чтобы он реально был у нас как бы загружен. Чтобы у рыбы был максимально большой ход. Вот взяла рыбка мормышку, а кивок никакого сопротивления не дает. Она, если уже его поднимает, то она его не чувствует. Часто слышал, что длинным кивком плохо подсекать, что большое движение рукой. Ну может я сильно нервный, но я подсекаю так как-то привычка судака. Поэтому у меня этой проблемы нет. У меня проблема другая. Я наоборот на подсечке очень часто леску обрываю. Поэтому короткие кивки для ловли на неактивную, скажем, стоячую снасть с мотылем можно использовать только ловсановые за счет того, что ловсановый кивок можно взять мягкий. То есть выбрать очень мягкий, да, его огрузить. Но здесь выбор любой у вас. Все те же требования к кивку, которые были для ловли на безмотылку. То есть пружинка, кембриджки. Ну и вот здесь, кстати, колечко уже нам не актуально. Можно использовать именно с большим кольцом каким-то на конце, с бусиной. Видно лучше, когда это все поднимается. То есть здесь при такой ловле это уместно. Но если все-таки вы хотите играть мормышкой с мотылем и ловить и создавать разные проводки, то здесь фавориты это вот собственно говоря ловсановые кивочки. Маленькие, коротенькие ловсановые кивки, которыми ловят наши многократные чемпионы мира. Все-таки наша сборная самая титулованная сборная по мормышке и они используют вот или такие кивки или кивки подобные этим. В чем их плюс? Ну, во-первых, он хорошо передает любую поклевку, да, за счет того, что он тонкий. И плюс этих кивков, что вот у каждого человека, который ловил на мормышку, есть какой-то стиль игры. И он смотрит либо вот кивок, скажем, вот под таким углом, да, большинство как бы ловит. Вот угол там под 45 где-то. Он позволяет нормально отработать, откивать. Другие же ловят так называемой соплей, то есть и вот этот кивок позволяет при одним движением легким, да, создать из кивка нормальной отгрузки соплю. То есть все просто вот так вот его нажали и вот он уже вниз. Вот в таком положении ловсановый кивочек вам позволит создать очень высокочастотную игру, то есть он там будет еле-еле ковыряться, да. Перевернули, и у нас уже есть плавная игра. Вот честно, мне они очень нравятся именно тем, что в процессе рыбалки, даже с одного кивка, при том, что они под разные веса есть, под более тяжелую мормышку, ну, в зависимости от длины и толщины самого материала, подстроятся под любую игру, которую нам надо создать. И ловсан, в отличие от железа, вот мы его тут пальцем туда-сюда, туда-сюда, он так быстро не умирает в этом месте. Безусловно, кивок перегнется, там в конечном итоге отломается, но выдержит у меня уже не один год, вот живет при таком использовании и все еще живой, его потом пальчиками протянули, он опять как бы как новый. Что обязательно должно быть в этих кивках? Лучше, когда здесь не кембрики одеты, потому что по ловсану очень тяжело подобрать диаметр кембрика. Жесткий будет резать его, резиночка мягкая будет сползать. Самое простое, это вот просто в нем отверстие для лески, которое позволяет нам, продев лесочку, полностью положить ее по телу кивка, то есть вот правильное положение. Леска у нас нигде не парусит и полностью передает нагрузку на весь кивок. Ну и опять-таки минимальный, минимальное колечко на конце, да, отверстие, то есть оно может быть просто ровненькое и пропаленное. Вот лучшие, почему опять-таки не особо мне нравятся длинные ловсановые кивки, потому что ну не дай бог вы приехали и подул ветер, тут вариантов остается только два, либо вообще не ловить, потому что у вас вы начали играть как-то плавненько, аккуратненько, порыв ветра, у вас кивок выдает вот такую неврастению, такой брррррр. Рыбе это точно не понравится, хотя мотыль конечно многое прощает, но тем не менее, это неправильно. Либо как спортсмены падать на колени на лунке и закрывать своим телом полностью. Для ловли на мотыля вот такого короткого кивка буквально до 5 сантиметров хватает во всех ситуациях. Ну, наверное, я не буду вспоминать, что еще есть просто из пружинок, вот как здесь огрузочка, да, пружинные кивки витые или кабанью щетину, все это я тоже проходил, всем этим я ловил, мучился, страдал, да, простят меня адепты олдскула, все-таки это уже прошлый век, лавсан и сточенная часовая пружина. По-моему, закрывают все потребности рыбаков при ловле на мормышку, поэтому давайте оставим прошлое в прошлом и будем где-то вместе двигаться дальше. А вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать про то, как выбрать кивок для ловли на мормышку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А с вами был Федор Андрусенко, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok